Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить Doom Eternal. В прошлой серии мы буквально прошли сквозь Марс. По всей видимости, вот мы сейчас его и видим, только... Нашли, в общем, наверное, в нем телепорт, честно, телепортировались и оказались в древней затерянной твердой нестражей. Нас эти самые стражи встретили, оказывается, они живы, хотя бы частично, я не знаю. И здесь где-то прячется один из жрецов, которого нам нужно уничтожить, чтобы остановить вторжение на землю. Честно говоря, я пока по-прежнему до конца не разбираюсь в этой их мифологии. То есть, почему вот эти стражи защищают жреца, а стражи вроде бы должны бороться с адом, там вот с этими жрецами, которые их предали. Не знаю, может быть это тоже предатели, но если это предатели, почему они меня так встречают? Вроде как, наоборот, меня бить должны. Это что такое? Это птицы вроде бы даже. Обалдеть. Ну, демонов я здесь пока не вижу, и тут же нас встречает... Ну, смотрите, прям дорожка. Выстроенная дорожка. Твердыня стражей. Ну да, это вот то, где мы сейчас. Давайте читать. Запись из архива Веги. Жители Аргент-де-Нур считали древний амфитеатр святым местом. Он был возведен на заре их истории и служил ареной для ордалей, судебных поединков. У историков мы находим указания на то, что Аргента не заключали своих соплеменников под стражу. Пленным и преступникам давалось право восстановить свою честь, одержав победу в амфитеатре. Те, кому это удавалось, служили в первых рядах армии стражей и гибли на службе Аргент-де-Нур. С тех пор, как империю поглотило царство тьмы, арена служит иным целям. Жрецы устраивают кровавое зрелище, заставляя вооруженных пленников сражаться с демонами. Жрецы Де-Ага все еще имеют на Аргент-де-Нур абсолютную власть. Любой, кто прольет кровь потомков Аргента, будет изгнан. А тем, кто откажется играть по правилам, Аргента не предоставит убежище. То есть это действительно, сейчас мы в городе Аргента, это стражи. Но сейчас демоны, так сказать, над ними властвуют. Но, не знаю, по всей видимости, я настолько крут, что меня до сих пор здесь уважают. Несмотря на то, что их уже тьма всех поработила, так сказать. Но давайте, двигаемся. Ну и по всей видимости, то, что нам сказали про амфитеатр, на нем мы сражаться... Ой-ой-ой, что это? Воспоминания? Да, это меня волокут. Жрецы. Мы нашли его в долине. Он был сильно ранен. И взгляните, что на нем надето. Эм, классический шлем. Но мы сейчас в другом. Кишки. Огромные кишки. Убить их. Надо убить их всех. У него остались силы. Несмотря на все его раны. Отправьте его на арену. Пусть его судят, как других. Замечу, что жрецы еще выглядят неплохо. То есть, не такие изуродованные, как сейчас. То есть, это достаточно давно, по всей видимости, было. Да. Так, это что у нас? История стражей, часть четвертая. А, ну да, три части у нас есть. Так, это вот... Нас поймали. Ну да, мы здесь в классическом костюме. Перевод выдержки. Из Лигра Султагента. Книги царей. В дни проявления короля Новика, когда Аргента повсеместно устанавливали мир и порядок, пересекая для этого пространство и время, в наш край явился скиталец. Был он не от мира сего и на языке говорил отвратительным. О происхождении его было ничего неизвестно. Стражи-разведчики нашли его кровавленным и едва живым. И на теле его были следы когтей. Уста его извергали слова о неизбежном уроке и о силах тьмы. Платье его казалось чуждым в нашем краю. В руках его было колдовское оружие. И запах крови висел над ним. И кровь-то в доспехах, как будто не была его собственной. По закону Аргента, ему предстаяло предстать перед судом арены, где всякий, сбившийся с пути истинного, обретал шанс завоевать свободу. Все свершилось на наших глазах. Ярость застила разум скитальца. Но волей его оказалась сильнее ран. И на арене крови он показал, чего стоит. Приемы были грубнее и жестокими. Но он бросался на врага с решимостью, присущей истинным стражам. Звонко раздавался его боевой клич в ампитеатре. И эхо вторило его яростному рыку. И стражники с ликованием кричали ему, рви в клочья. Когда этот зверь боролся, невзирая на смертельные раны, грозящие ему верную гибель. Ни титулу, ни ранга не сулила ему победа. Выжившие на арене получали одну награду – право погибнуть с честью, распространяя благословение творцов среди тех, кто в нем нуждался. И многие стали свидетелями решимости скитальца и записали его безумные речи. Весть о нем дошла до Ордена Деага. А через Орден Деага до Кан-Созидательницы, которая велела ему предстать пред ее троном. Слугам своим поручила она выучить его язык, ибо грубые слова давали описание неведомым землям и неслыханным тварям, рожденным из огня в темной местности, о которой королевы ее приближенные ничего не знали. А это была новая возможность принести дары творцов тем, кто в них нуждался, нуждается. Ну, нормальная история. А, собственно говоря, откуда мы тогда взялись, если здесь нас уже, так сказать, принесли? Ладно, хоть немножко истории. Я предлагаю принять знак примирения. Могучий вой. Такой знак. Да какое что-то примирение-то, слушай. Так, меня на самом деле настораживает. А, ну как, врагов нет. Все правильно, врагов нет. Нас же здесь сильно уважают, по всей видимости. У нас никто здесь выковать не будет, я надеюсь. Так, часть пятая. Демоны хавают людишек. Наверное. Он какодемон в первых рядах летит. Так, перевод выдержки. Накануне падения черной звезды из мира, расположенного под нашим миром, явились темные. Не было у них кораблей, ни призрачных, ни настоящих, а прошли они сквозь саму ткань измерений. Отверзлись огненные врата, и из завихрений пламени вышли рогатые твари, родившиеся в безвременном мире. За одним последовало множество, и сокрушительные волны зла потекли из обсидианового леса на всколмиях Аргента. Первыми пали аларумские кланы, населявшие восточные горы, и захватчики сокрушили город Элорум. Мы, стражи с копьями в десницах, немедля выступили навстречу захватчикам и обрушили на демну всю мощь священной флотилии. Однако из черных врат, откуда они явились, валили все новые толпы. Тела погибших с обеих сторон образовали на земле кровавую линию. Так пришла в мир скверна, и темные времена настали для Аргента. То есть это вторжение демонов получается. То есть когда изначально эта Аргента была, про демонов они как бы не знали. Здесь кузница какая-то интересная. Но секретиков здесь нет. Можно особо не шариться. Главное, книжки вот эти не пропустить. Но в конце концов, ну да, видите, мы придем в театр, и скорее всего там нам будет нужно с кем-то драться. А я не знаю. Ага. Чему это? Ну... Ну, земля же, по сути, из-за обмана тебя просили к огрешительному фанатике. Значит, все не просто так. Не по своей воле. Правильно ведь? Правильно. Так, а тут, кстати, какие-то секретики уже пошли. А как наверх попасть? Видимо, так. Здесь у нас книжка лежит. А вперед что? А, мне вперед и надо. Мне вперед и надо. Давайте. Ой-ой, жизнь. Ну, видимо, вот на эту педаль надо нажать. Так, найден секрет. Вот здесь открыл. Нет, не здесь, а где открылась? А, вот здесь открылась. Давайте жизнь заберем. Она, по всей видимости, нам понадобится. Давайте дальше читать. Это у нас седьмая. А, нет, подождите. Сначала снизу, давайте прочитаем. Давайте сначала прочитаем снизу тогда. Это шестая? Да, это шестая. О, демона растянули. Так, не по силу нам было сдержать демонов, выходящих из царства тьмы. Как прежде держали мы иных врагов. Оружие их было не из стали, а как бы из самой жизненной силы. То были темные чары, с коими не сталкивались мы в своих походах. Мы стали слишком с умы уверенными. Легкие победы затупили наши клинки, а слава растущей империи опьянила разум. Теперь же не ведали, как взять верх над новым противником. Боги-творцы также пребывали в замешательстве. Наши инженеры-жрецы искали любое преимущество, ибо отчаянно в нем нуждались. Хотя противник об этом не знал, мы оказались на грани поражения. Однако наши боги пытались вместе с нами найти решение. Орден Дага первым раскрыл тайну этих богомерзких созданий, отловив несколько из них для пристального изучения. Так была открыта эссенция преисподней. Во многом схожей с нашей жизненной силой, эссенция струилась по их уродливым телам, наполняя их мышцы силой. Ее можно было перенаправлять в наше собственное оружие, и таким образом уравнять силы аргента и демонов. Жрецы желали узнать об эссенции больше, дабы найти ее источника и перекрыть его для демонов, таким образом подрывая силы их армии изнутри, давая нам столь необходимые для победы преимущества. Кан Созидательница благословила нашего короля и повелела жрецам изучать таинственный алый эликсир из мира демонов, и жаждала она лишь равновесие во вселенной, но преизбоднее разверлась между ней и ее планами касательно полной ассимиляции. Немало потрудились жрецы и узнали больше, чем смели уповать. Познали они истинную природу демонической энергии, узнали и то, что возможно научиться управлять ею, и через это обрести могущество. Энергия, струящаясь по ущербным телам наших неукративных противников, могла прерывать жизни или насыщать их. Даруя способность исцелять и чинить, бессмертие, знания и просвещение духа за пределами нашего понимания. В умелых руках жрецов-стражей, под праведным взором Кан Созидательницы, жизненная сила демонов позволила бы не только победить богомерскую орду. Скребущейся за нашими стенами, мы поднялись бы на новый уровень бытия. Стражам больше не пришлось бы страдать от недолгом, а творцам проходить мучительное преображение. Все возвысились бы. Никто и никогда более не осудил бы наш мирный путь и не стал бы угрожать нашему миру. Гармония воцарилась бы в преисподней с ее легионами. В этом мире и во всех прочих. Мы сделались бы законодателями. Вместе с творцами мы обрели бы вечный мир. Ой, ребята, ну, судя по всему, что-то пошло не так. Запись седьмая. Это мы. А это предатель, кстати, стоит, которого мы там в первых сериях встречали. Я так понимаю, мы о нем еще вспомним. Не просто так нам его показывали, а не просто так он там чем-то нам помогал. Как-то все это дело аукнется. Кан Созидательница потребовал долю той эссенции, жрецы покорились ее волей. Жрецы Дага совещались с королем и говорили об оскверненных землях, лежащих по ту сторону разлома и мироздания, и о возможности изгнать новых захватчиков с Аргент-Днур. И через колдовские врата мы пошли войной на их проклятые земли. И был среди нас один, который, казалось, понимает истинную сущность бокомерских демонов. Это был скиталец, чужак, явившийся к нам из земель неведомых и выживший в первых рядах войска гораздо дольше, чем когда-либо удавалось пленнику из числа стражей. И много было свидетелей тому, что с наслаждением шел он в бой против мерской орды. Что не меньше нашего, жаждал ее уничтожения, хотя Аргент-Днур и не была его родиной. Рвение скитальца заметили инквизитора из гвардии стражей и стали говорить между собой, будто втайне заключил импакт с демонами. Но король Новик заставил клеветников замолчать и рек, что скиталец достойен стать избранным. И тогда собрались на совет, знаменующее решено было вознести скитальца над полебеями. Прежде никому из прошедших арену пленников не была дарована такая честь, однако ночные стражи пошли наперекор традиций и сочли, что скиталец достойен пройти обучение. И некоторые из числа учеников роптали из-за того, что в их ряды был допущен варвар. Однако же на войне с демонами важна была любая возможность получить хотя бы малое преимущество. И наблюдая, как сторонник фехтует с их учителями, поняли возроптавшие, что обрели в нем несгибаемого и неподвластного гибели соратника. Этот человек был чужаком, не имел друзей, но поднимался каждый раз, когда его опрокидывали в опрах арены. Избитый и покрытый ссадинами он вставал, отирая кровь со лба, дабы вновь сойтись с противником в оружном бою. Минуло много дней и ночей, скитальцы приобщали к нерушимому кодексу ордена и преподавали ему древнюю воинскую науку. И уроки братства, коим учит всех стражей, он радовался, ибо видел перед собой возможность вскоре вновь обрушить на преисподнюю весь свой гнев. Но ночные стражи... А, ночные стражи исполнили ее это желание, ибо убедились, что сила их за счет скитальца не умалится, а лишь умножится. Господи, кто эти умалицы, Ирек? Ребят, вы прям, не знаю, поиски временных лет перечитали. Это, конечно, очень так все здорово звучит, очень... Как бы это даже назвать? Очень так атмосферненько, но читать сложно. И понимать, наверное, тоже временами сложно. И вместе с ним прошли они сквозь врата ада и без устали сражались в непривычной стихии и упражнялись под кровавой луной. Скитальцы не обошли стороной ни истощения, ни раны, ни недуки, однако помощи он не просил и не предлагал. Ну это... Трижды ночные стражи, проходящие из врата ада, трижды они возвращались. С каждым разом скитальц набирал силу и шагал теперь в ногу со стражами, печатая шаг. Однако шажда крови демонов по-прежнему жила в нем, хоть и была усмирена. По прошествии множеств лет, после бесчетных сражений с демонами, самые могущественные воины Аргента приняли скитальца в свой круг и более не смотрели на него, как на новобранца, ибо для них он стал боевым соратником с союзником оружием. Ну, крутое он, че? Крутой. Ладно, давайте дальше двигаться. Вот что, в этой серии решили текстами как-то это замучить? И мытьем-то катанем? Люди, клянусь. Им выпала трудная роль. Но мне надо спасти свой мир. Без их душу гаснет могущество вада и ссякнет аргент энергии. Я не могу допустить подобного. Ты не помешаешь процветанию урдака. Так было прежде. Так будет всегда. И не тебе вставать на пути нашего процветания. Так было прежде, так было всегда. Ну, молодцы. Уничтожали другие миры, чтобы их миры жили. Такое себе это, если честно. Так, дальше секретик. Ну, давайте секретиком. А здесь книжки от них, где-то вот одна медалька есть в секрете. Ох, ты шайпучий босс в конце появился. Ну да, в конце босс. Что это у нас? Восьмая часть. Ну, прекрасно. Это что у нас? Демоны дерутся. Кам, Созидательницы здесь. Стражи. Ой. Пока мы сражались с нечистыми тварями, народ аргента под бдительным оком творцов шел к процветанию и благоденствию, кое давало им неисчерпаемое сило эссенции. Полководцы сражались со скверной, а цивилизация аргента вбирала прекрасное зелье. Отнятый у противника сладостный эликсир. Он давал мощь ни с чем не сравнимую и позволял нам дотянуться до тех измерений, которые прежде казались недосягаемыми. Орудия, сотворенные верховыми жрецами и направляемые рукой богов-творцов, проложили нам дорогу. Весь народ припал к колодцу энергии, открытому жрецами. Лишь ночные стражи не причащались этого изобилия. Наши среди нас и те, кто открыто опасался этого дара. Но велено им было затворить уста свои. Затворить уста свои. Но это надо запомнить просто. Ибо наш удел не править народом, а лишь защищать его. Это даже такое-то выражение. Слышь, затвори уста свои. И все, сразу все понятно. Я про то, что аргент энергии, это же энергия душ, насколько я помню. То есть вот за счет мучений тех, кто попадает в ад, они получали энергию демоны. А соответственно, если этот вот народ аргента воевал с демонами, то есть они там гибли, по сути, делали энергию из своих же людей. То есть отправляли их на смерть, они гибли, страдали. А потом простой, ну как простой, скорее всего не простой народ, хавал энергию из них. Так что такое себе. Может быть из-за этого у них вся движуха-то и началась. Не очень хорошая. Секретик. Ну надеюсь, что сейчас нам дорасскажут эту историю. У меня уже три дополнительных жизни. И вот почему-то я еще не... А, хотя нет, подождите. Есть у меня. У меня даже один бабах есть на БФГ. Это неплохо. Контрольная точка. Супер. Еще три книжечки у нас осталось. Ой, ну ладно. Часть девятая. Это король? Или это мы в таком шлеме? Ну, кстати, такой шлем есть. Там на корабле можно так одеться. Период выдержки очередной. Часть девятая. Когда черная звезда засияла в зените, король Новик оставил свой трон и начал сражаться вместе с начатыми стражами против тьмы нечистых, коих яростно изрыгали врата ада. И вышел из врат чудовищный титан, исполен величиной свирепостью, превосходивший самого могучего из предков. Этот отвратительный ган сокрушал все перед собой и опустошал все позади себя. И поняли мы, что демоны стремятся ударить в самое сердце Арген Днур. Каким образом этот Леофан прошел через врата адов, не подняв тревоги? Этого мы не узнаем, хотя ночные стражи уже тогда подозревали, что не обошлось без предательства. Стражи, которых явление Титана и его полчищ достало врасплох, слишком поздно выступили против них и приготовился в святой город Тарас-Набад встретить свою судьбу и ширилась отбрасывая ненавистным врагом тень. Тарас-Набад, это по-моему сейчас здесь находимся. Отбрасывая ненавистным врагом тень и множились в ней орды лютующих демонов и проникли они за стены Святого Града и тогда сотрясся он до основания. Никто не спасся, кроме тех, кто бежал на север. Мерзкие демоны уже сквернили наши дворцы и храмы, предали огнем башни и отравили воды. Однако ночные стражи собрались силами и дали отпор демонам, которые оттеснили их на арену крови. Мечи стражи были все еще востры, когда светило опустилось за окоем и крушили тьмы вражеские в изобилии. Там, где все иные ученики пали в бою, один лишь скиталец остался в строю среди неизгибаемых ветеранов. Отполем боя разнес его яростный крык, крык, рвать в клочья, с изумлением взирали выжившие служители арены на зверя. Который некогда ярился и ярился в клетке на их попечении. Теперь же в сверкающих бронях, сражавшийся плечом к ключу со стражами, он совершил то, чего не удавалось никому прежде. Возвысился над собой и стал истинным воином-стражем, даже лучшим из них. И сокрушали стражи тьму на тьме демонов. Титану, как будто не совершалось никакого вреда, и никто не мог совладеть с ним в одиночку. В предрассветный час отразили ночные стражи атаку свирепившую, ибо скитальц не сдвинулся с места в подножье великой стены с северной стороны цитадели. И тогда увидел его неослабный напор Самур, советник самой богини-матери. И в великой секретности приказал скитальцу поспешать за ним. Что двигало им неведомо, но совершило над скитальцем неназванный обряд. И было это ересью, ибо не заручился Самур, не согласим к конс-созидательнице, не искал ее совета. В часовне чистоты скитальц подвергся действию божественного механизма. Там творец Самур, которого прежде мы знали как Серафима, верного слугу богини-матери, даровал чужаку несравненную скорость и силу соизмеримым с его волей. Ага, вот мы почему такие сильные? Каким образом он был наделен этой мощью, остается величайшая загадка. Много колен сменилось с тех пор, как народу аргента был дарован механизм от творцов. Но все это время мы полагали, что его предназначение – искать изъяны среди нас. Ну да, было такое. Как же с помощью устройства, призванного искоренить все скверное в роде стражей, можно было очищать тела скитальцев и наделить силой того, кто отныне будет вести нас в бой? В тот судьбоносный день из святого саркофага восстало не мерзкое чудовище, о котором предупреждали творцы, но герой, имя которому – великий палач, странствующий сквозь время, царь над воинами, который своими мечами, сделанный как бы из огня, проложит для праведных тропу сквозь полчищи демонов, свребствуя против них. Как может свребствовать один только бог-король. Ритуал не сломил его, и он восстал с очами, горящими от чар-творцов, и в одной руке он держал горнила, меч его окутался призрачным огнем. А ведь это случается лишь, когда держит его в деснице истинный король-воин-стражей. Так в час величайшей нужды был избран палач. Вопреки традициям, самым чтимым нашим закону и даже волей Великой Кан небесной мощью был наделен человек-пришлый. Когда взошло светило, палач вышел на мощную куртину, высоко подняв в руке горнила. Господи, вот хоть после гугли иди, что за куртина такая? Ночные стражи, чьи броди уже дымились от крови пресмыкающихся тварей, ринулись к недержимому хищнику, явленному им в теле скитальцев, за вашего их уважения, как будто, обретя новые силы, сделали они огромную просеку в рядах демонов и не ослабляли натиска, пока не столкнулись с титаном. И когда палач сродил его и вогнал горнила глубоко в сердце неговистого врага, без титада дебды быстро обратились в бегство и босекли рубили их в обдожестве самых лютых, уничтожая бесследно. Потом на разоренное поле боя пала тишина. Скиталь же был наречен палачом, и Кан-сотедательница, вопреки всем обычаям, благословила чужака, наделив его с божественным могуществом. Фух. Не знаю, я вслух так много со школы не читал, наверное. Давайте прям на секундочку прервемся и продолжим. Так, ребят, давайте продолжим нашу библиотечную серию. Осталось нам прочитать, ну, два, наверное. Два текста. Так. Ну, красиво тут. Я не стану праздно смотреть, как ты решаешь нас будущего. Земля будет поглощена, и ковечной энергии не иссякнет. Лишь один народ выживет. Лишь мой народ. Ну, слушай, по твоей логике, если даже землю уничтожить, но в энергии же это потом опять кончится, вам опять нужно будет кого-то уничтожить. Такой себе, если честно, выход из ситуации. И, кстати, упасть нельзя. Так. Диаграф. О, кстати. Он им какой был, какой стал. Да, скукожился. Диаграф остается одним из самых могучных жрецов преисподней среди народа Аргенднур. Ну, он как бы последний остался. Ха-ха. Он часто посещает родную планету, чтобы отдать необходимые приказы своим подданным. Высокомерный и напыщенный граф требует, чтобы в импитеатре не утихали кровавые поединки, скрашивающие дни падших обитателей твердыни стражей. С самого начала демонического вторжения на землю граф вместе с остальными жрецами преисподней принимал непосредственное участие в боевых действиях на поверхности планеты командой легионами Ада. Однако после гибели Диага Николса и Диага Ранака он отступил и теперь отсиживается в афитеатре. Имя Диаграф ответственен за пытки и последующее предательство командора Валена, отдавшего ключи от святилища элементали и открывшего обитель дремлющих призраков. Древние существа были похищены и доставлены в ад, где демоны после нестерпимых пыток высосали из них все силы. Диаграф использовал сердце сына Валина чтобы оживить икону греха, могучего титана известного по легендам Аргенднур. Ага. Ну, икона греха. Это, видимо, будет один из последних боссов. О, пацаны. Как сидится? Нормас? А как вас поймали отсюда? Ну, не знаю, как-то поймали. Открытое быстрое перемещение. Ну, супер. Контрольная точка. Пацаны стоят. Ну, слушайте, у вас целая вечность была. Вы горд, могли бы восстановить, что ли, немножко. Чего у вас в таком плачевном состоянии находится? Так, гладиатор. О, а вот и босс. Видимо, сейчас он и будет. Стоило золотому веку Аргенднур закончиться, как противоборствующие фракции обратились друг против друга. Коварные враги сумели развратить стражей, заставив их предать некогда священные традиции. Амфитеатры, где осужденные Аргенды, когда сражались за право встать в авангарде армии, стал ареной для проразных кровавых игрищ. Жрецы, нарушив закон стражей, поселили там заключенную в клетку демона, который стал жестоким палачом, приводящим в исполнение неправосудные приговоры. Гладиатор, вооруженный проклятым щитом, вмещающим изуроданную душу своего владельца, так и остался непобежденным. Все знают, что он отнял бесчетное множество жизней. Ну да, они как бы извращенные, но мы настолько крутые, что не трогают они нас. Так, три жизни. Есть у нас БФГ, но БФГ вряд ли на него подействуют. Есть три пилы, есть гранатки, есть кровавый удар. Ну пойдемте, это по всей видимости. Ой-ой-ой, место-то как ма... А, нет, это выезд на арену, я так понимаю, это не сама арена. Ну да, поехали бы наверх. Король Новик. Так, воспоминания. Я отмечу, кстати, что Думгай разговаривает. Пожалуй, пожалуй, ты можешь пригодиться нам на войне, не знакомиться. Эти демоны, они повсюду. Убейте. Убейте все! Привяжите его и приведите к нам. Я хочу узнать подробнее о тех, про кого он говорит. Да, ваша милость. Эх, что с тобой жизнь сделала? Мерзкий ты тип. Здесь прольется священная кровь стража. Ты сразу лишишься всякой защиты. Да какая защита, о чем-то. Брайню, кстати, нам эту выдали за какое-то это достижение. Понравилась она мне своим цветом, поэтому сейчас в ней и ходим. Здоровый, чел! Злой. Так, гладиатор. Если глаза на щите гладиатора вспыхнули зеленым, значит он готов напасть. Пока они остаются зелеными, стреляйте, чтобы оглушить его и сделать уязвимым. А че, так можно было? Ох ты ж, а зачем так? Так-то зачем? Вы слушайте, ракетница как-то не очень заходит. Я кажется, умираю. Я, кажется, умираю. Так, мне брони немножко. Добить. Немного захилимся на пацанах. Ох ты ж, а ты-то че? Это-то дружок пирожок откуда взялся? Ай-яй, так брони бы мне. И здорово бы не помешало. Ай-яй. Сейчас отъеду. Оп, отъехал. Ну здорово. Играет музыка. Да, хила немного. Ах ты, чёрт, ещё одну жизнь потратил. Добить. Оп, а чё это с ним? Он чё-то упал. Так. Ой-ой-ой, минус щит. Ну да, минус щит. Вот так вот. Ой, кажется, он разорвился, ребята. Чё делать? Так, лишив щита, гладиатор становится более агрессивным и может атаковать различными приёмами. Когда гладиатор раскручивает один из своих кистеней, он отражает атаки игрока обратно. Когда глаз гладиатора вспыхивает зелёным, он готов к удару. А, ну понятно, сейчас стрелять нельзя. Так, как нам его убивать тогда? А что, жизнь кончилась? Это не очень хорошо, кстати. Вот и приехали. Интересно, откуда мы начнём с самого начала? А, нет, уже отсюда. Ладно. Ну хорош. Как ты это делаешь? Мерзается. Ну я, это будет непросто, ребят. Это будет не очень просто. Хорошо хоть не сначала. Играем. Играем. Ну да. Ну да. Доспехи стража. Ну нет, давайте без них попробуем. Не-не-не-не-не-не. Выключи. С контрольной тачки. Как вот от этого удару вернуться? Ой-ой-ой. Кажется, я отъехал. Ну как увернулся от этих ударов? Ну и это всё. Это, к сожалению, поражение. Ну и всё. Нет, надо учиться и видеть вот это вот всё. Я много... Ой-нет, я... Блин. Я броню включил, кажется. Ну, это как-то даже не спортивно, что ли. Куда ракеты полетели? Ну да. Вот от этой атаки надо просто в сторону отходить. И, собственно говоря, когда он не будет попадать. Да ведь он так не впадает. Так, а сейчас что будет? Или всё? Ну, походу, всё. Ага. Ну, не хотел я с этой бронёй. Чёрт возьми, опять придётся проходить отдельно. Это что такое? Монетка? А. А, это ничего не изменит. Это будет поголощено, чтобы не случилось. Вот так вот. Ага. Не, ну, пацаны, вы же не будете меня таковать. Портал готов. Ага. Надо срочно уходить. Ай-яй-яй. Кровавый удар улучшен. Зверский убив демного воителя, вы моментально перезаряжаете кровавый удар. Зверский убив демного воителя. Добивание гладиатора. Мышка пропала. А, мышка появилась. А чё это у нас тут вся? Созидательница перегрузила системы. Увелики больше не от контроля нам. Если бы ты не помешал от браковки. Раса людей, которую ты так защищаешь, могла бы выжить. Теперь я воскрешу икону греха. Чтобы пожрать землю и оставить от твоего мира руины. Жизнь на твоей планете никогда не возродится. Пусть это будет очередной мир, бесславно уничтоженный тобой. Как удобно, когда вот так есть на кого свалить, а? Эта цитарель теперь станет твоей тюрьмой. Лишившись энергии, ты больше не помешаешь нам. И мы продолжим делать то, что нужно сделать. Пацаны, чё, темнота? Даже ничего. Я собирал-собирал, значит, а ты тюрьмой, но ты что-то такое говоришь. Нет уж, нет уж. Так. У меня со сложным всё в порядке. Дверь открывается даже без энергии, неплохо. А тут даже и свет есть, но вообще хорошо. Вон, чё, у нас есть в демоническом гарниле. Даже источник энергии, от которого вы хотели избавить землю. Теперь поможет вам спасти её. Миссия в твердыне стражей выполнена. Демоническое вторжение на землю остановлено. Да всем остановлено. Лишь клинок гарнила может остановить титана. Вы должны попасть в город стражей Тарас-Набат, чтобы забрать гарнила, пока ещё не поздно. Без него вам не остановить титана. А мы сейчас не в Тарас-Набате всё-таки были. Тарас-Набат. Ну, понятно. Получите гарнила. Ладно, ребят, тогда давайте на этом мы закончим. В этой серии такое, в основном, читательное событие. Произошло и один босс. Но босс, к сожалению, был убит с помощью брони. Но ничего, перепройдём. Ничего страшного. В общем, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это прям очень приятно и крайне полезно для развития самого канала. Ещё раз всем большущее спасибо и всем пока.